Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. В Украину никто не поедет. Около трех тысяч новобранцев из Дагестана пополнят ряды вооруженных сил России в рамках весенней призывной кампании. Прыгнуть или не прыгнуть? Попытка суицида молодого махачкалинца попала на любительское видео, но все обошлось. Из Уркараха в Крым до Хадаевский район отправил 14 тонн гуманитарного груза для беженцев ДНР и ЛНР. Весенний призыв уже начался. Около трех тысяч новобранцев из Дагестана пополнят ряды вооруженных сил России в рамках весеннего призыва в 2022 году. Республиканский сборный пункт приступил к выполнению мероприятий и продолжит работу до 5 июля. На вопросы журналистов о призыве срочников ответил военный комиссар Дагестана Дайбет Мустафаев. По его словам, наши солдаты-срочники будут служить в субъектах страны от Калининграда до Сахалина и в спецоперации на территории Украины участия принимать не будут. Хотел бы обратить внимание наших родителей, которые беспокоятся за своих детей, что ни один призывник, направленный для прохождения военной службы по призыву, для участия проводимой в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на территории Украины специальной военной операции направлен не будет. Еще раз хочу обратить, ни призывники, ни граждане, которые находятся в запасе, заключенные в резерв, для этой цели направлены не будут. Они будут проходить службу все призывники на территории Российской Федерации. Наши призывники будут проходить военную службу во всех видах и родах войск вооруженных сил Российской Федерации и в других министерствах и ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. В частности, в Росгвардии, возможно, в МЧС и в других силовых органах. У нас страна большая, самая большая страна в мире. Наши призывники будут проходить во всех округах, начиная от Калининграда, Севастополя, Сахалина и наших других регионов, где дислоцированы воинские подразделения, Министерство обороны и других органов исполнительной власти. Детская невнимательность или родительское упущение? В Махачкале на улице Лермонтово 28-летний местный житель, управляя автомобилем Калина, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Неожиданное появление ребенка на проезжей части не оставляет водителя времени на маневр. В результате ДТП девочка с различными телесными повреждениями госпитализирована в больницу. Ехал по Абубакару и повернул на Лермонтово, в сторону до Хадаева. И ехал со скоростью примерно 30 км в час. И за джипом выбежала девочка на проезжую часть пленит пешеходного перехода. И совершил наезд. Выстрелил и скрылся. В селе Улуби-Аул местный житель на территории кладбища стрелял в двух своих односельчан. Один из них от полученных ранений скончался на месте, а второй с простреленной ногой был госпитализирован в больницу. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления, но в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось его задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Попытка самоубийства или же способ привлечь внимание. Накануне в Махачкале мужчина угрожал выпрыгнуть с седьмого этажа многоквартирного дома. В одном из дворов по проспекту Акушинского собралась толпа прохожих. Пока люди его уговаривали, молодой человек успел несколько раз передумать, прыгнуть или нет. Мужчину удалось оттащить на безопасное расстояние от окна и передать медикам. Любительское видео об инциденте моментально разлетелось в соцсетях. Несмотря на теплую погоду в низменных районах, в горах Дагестана сохраняется лавиноопасность. В Сумадинском районе, недалеко от села Хушет, произошел сход снежной массы на одной из дорог. Местные жители расчищают проезжую часть своими силами. МЧС региона просит население воздержаться от дальних поездок и походов, а жителей высокогорных районов быть бдительными и осторожными. Шатер Рамадана объединяет. Под таким лозунгом в махачкалинских мечетях продолжаются благотворительные ифтары от фонда Инсан. Самая крупная площадка расположена на территории центральной джума мечети. Расходы на организацию одного дня ифтара накануне взял на себя двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев. Коллективный ифтар – это не просто возможность собраться за одним столом, но и праздник, который проходит на протяжении всего священного месяца. Это и делает Рамадан по-настоящему особенным. Вечернее разговение собирает вместе представителей власти и духовенства, известных спортсменов и обычных людей. Праздничная атмосфера царит на территории джума мечети Махачкалы каждый день. Организатором шатра Рамадана уже 10 лет выступает фонд Инсан. Акцию поддерживают многие дагестанцы. Накануне расходы на проведение ифтара на почти 4000 человек взял на себя двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев. Мы, в первую очередь, должны воздать Павлу Всевышнему за то, что он нам дал возможность дожить до этих дней. Мы видим, что в последние три года так часто меняется наш мир. Мы не знаем, доживем мы до следующего Рамадана или нет. Поэтому у нас есть сегодня возможность для того, чтобы мы изменились. В программе мероприятия выступления религиозных деятелей и других гостей, а также викторина. Отметим, что площадки для проведения ифтара также есть во многих других уголках республики. Свой вклад в организацию угощения для постящихся вносят не только меценаты, но и обычные люди. Так, шатри Рамадана объединяют всех верующих. Пусть Всевышний примет, пусть Всевышний сделает нас лучшими рабами, которые есть. Бурачи правильно достигают таких высот, понимаешь, что всегда находишься средства, возможностей. И самое главное – это время, чтобы находиться с народом вместе, с людьми вместе. Поэтому тебе за это спасибо огромное. Всем хочу пожелать счастья, добра, мира, здоровья ваших семьях. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Республика продолжает оказывать поддержку беженцам из ДНР и ЛНР. Накануне 14 тонн гуманитарного груза отправили из Дахадаевского района. В сборе помощи приняли участие организации и учреждения муниципалитета. Трудовые коллективы, депутаты райсобрания и местные жители. В груз, который будет доставлен в город Армянск на севере Крыма, вошли продукты питания первой необходимости, крупы, консервы, бутилированная вода, детская одежда и памперсы. Пожелаем счастливого пути нашему водителю Мухтару Ахмедпашаевичу, нашим представителям администрации, которые сопровождают эту машину. Пожелаем им счастливого пути и возвращения. На этом наша акция не завершается, сбор продолжается, и это не последняя помощь, которую мы окажем Донецкой и Луганской народным республикам. Добавим, что в Дахадаевском районе решением собрания местных депутатов, семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации в Украине выплачивается единовременное денежное пособие в сумме 50 тысяч рублей. Ничего не дает. Подробности у Василия Манаповой. На свете есть много удивительных мест, которые могут будоражить воображение, но мало кто догадывается, что есть земля, на которой прошлое и настоящее неотделимы друг от друга. Дагестан – место, где традиции и обычаи превыше времени, а понятие чести и достоинства – не просто слова. Все это попытались отобразить в своем театрализованном представлении студенты Махачкалинского профессионально-педагогического колледжа. Здесь расходятся люди, которые не уходят. А это находятся деревни Лаванского слабцовка, которые десятилетиями культивировали уникальные услуги на находках. Насыщенная программа фестиваля включала в себя демонстрацию народных обычаев и традиций, а также показ национальной одежды. Международный фестиваль «Возвращение к истокам. Шаг в будущее» объединил студентов не только из России, но и таких стран, как Казахстан, Белоруссия и Азербайджан. В дистанционном формате они подключились к празднику. Как отметили организаторы мероприятия, всю красоту Дагестана с богатым культурным наследием они хотели показать всем желающим. Хочу выразить благодарность организаторам за такой уникальный проект, который сейчас реализуется в нашем городе, который приобщает нашу молодежь к ценностям народов Кавказа, Дагестана и вообще общечеловеческим ценностям российского общества. Шоу барабанщиков, дегустация национальных блюд, танцы и песни – это лишь малая часть всего того, что было представлено на фестивале. Особенно впечатлило собравшихся шествие на лошадях. По словам организаторов фестиваля, особое внимание здесь было направлено на выявление талантливой молодежи, на предоставление возможности студенческим творческим коллективам и отдельным исполнителям реализовать свой творческий потенциал. Кроме того, многие дагестанцы забывают о культуре и традициях своего народа. Это не может не огорчать. Участие в таких мероприятиях помогает молодежи узнать больше как о Дагестане, так и о соседних странах и регионах. Асельма Напова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. А сейчас мы прервемся ненадолго на короткий обзор новостей от Карима Данива. Позже мы продолжим. Меликов посоветовал чиновникам побольше гулять на свежем воздухе и поменьше сидеть в кабинетах. Сегодня на совещании по развитию АПК Республики глава Дагестана дал несколько ценных рекомендаций, а именно призвал профильных работников решать вопросы сельского хозяйства с выездом на места в резиновых сапогах и кепке, чтобы солнце не напекло. Количество электросетевых организаций в Дагестане может значительно сократиться. Министерство энергетики России планирует объединить электрические сети по всей стране на базе крупных компаний. Проект данного постановления подготовлен и находится на согласовании в правительстве. Принятие документов значительно уменьшит количество ТСО на территории России до 2024 года. Так, в Дагестане из 10 электросетевых организаций своего статуса могут лишиться 8. Это означает, что организация, управляющая сетью, не сможет получать оплату за передачу электроэнергии. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях предоставления регионам бюджетных кредитов и их погашения в 2022 году. По словам спикера Нижнего парламента Вячеслава Володина, поправки в бюджетный кодекс расширят возможности субъектов по финансированию социально значимых проектов. Так, Минфин России сможет предоставлять бюджетные кредиты в общем объеме до 255,3 миллиардов рублей для погашения коммерческих долговых обязательств региона. Кроме того, они будут освобождены от погашения в 2022 году за должности по этим же займам. Их погашение переносится на 2029 год. Принятие поправок позволит снизить долговую нагрузку на регионы и сократит их расходы на обслуживание заимствований. Дагестанский форвард Уфэ забил свой 15-й мяч в текущем сезоне. В 23-м туре РПЛ команда из Башкирии в гостях в Самаре обыграла крылья Советов со счетом 2-1. Гол Агаларова на 87-й минуте поставил финальную точку в этой встрече. После этой победы уфимцы покинули последнюю строчку в турнирной таблице. А Агаларов до пяти мячей увеличил разрыв от преследователей бомбардирской гонки. От Зюбы, Смолова и Полоза у них по 10 голов. И на этом все. Всего доброго и до свидания.